Ииии, здравствуй, YouTube! С вами Зи Зе Хедж, и вы смотрите первую серию летсплея на сервере двух магов! Ха-ха! Кстати, им тоже привет, если они вдруг это дело увидят. Итак, собственно, как вы поняли, я играю на сервере двух магов. Я здесь пока в гордом одиночестве. Совершенно-совершенно. Вот мне тут уже добрые люди подогнали кучу магической брони. Я тут уже немножко покопал и набрал себе приличное количество ресурсов. Это, кстати, тоже набрал не я. Это мне тоже принесли, не переживайте. Ну, кто, собственно, смотрит двух магов, те знают, что проблем с алмазами и с изумрудами у ребят нету совершенно никаких. Кстати, у меня есть немножко золота, что мне безумно нравится. Есть у меня тут какие-то еще пока непонятные мне предметы, потому что, если честно, с модом Essential Craft я не знаком совершенно. Ну да ладно. Собственно, остальные у меня инструменты совершенно, что у меня есть, базовые, но я уже себе умудрился здесь сделать радость. Как вы знаете, первое, что я делаю на сервере, я делаю радость. Радость в виде шахт. Вот я себе прокопал такую красивую, по моему мнению, шахту. Здесь вот я, собственно, добываю ресурсы. О, лапис. Нет, не лапис. Вот, я стараюсь пока себе, собственно, не копать, скажем, тот же самый голубой допас или винтиум. По той простой причине, что я не собираюсь начинать свое развитие с Ars Magica. И вообще, если честно, не уверен, что буду здесь развиваться в плане магии так сильно, как это делают маги. Мне с ними не сравниться. Куда уж мне. Вот. Но при всем при этом, я думаю, что я сделаю несколько своих весьма стандартных проектов для того, чтобы привнести немножко технологии в этот замечательный мир. Ну и, соответственно, я уж, простите, не пойду к ним домой по той простой причине, что не хочу что-то спойлерить. Возможно, у них там есть что-то для их серии, а я здесь все возьму и испорчу. Такой вот буду совсем злой псих. Они еще так подумают, зачем они меня сюда притащили. И он все сломает. Хотя вот этот кораблик мне определенно нравится. Вот. Так что сейчас я, собственно, буду думать над самым первым способом, который мне позволит увеличить производство руд. Потому что все-таки не хочу я, чтобы у меня из 24 золота получилось 24 слитка. Я хочу это дело немножко увеличить. Давайте, кстати, посмотрим, что у нас здесь есть в плане модов. Что бы меня могло заинтересовать. Так, Buildcraft. Да, Belkin Weapons Mod здесь есть. Я даже не знал. Better Storage, который я, честно, не понимаю. Ну да ладно, Библиокрафт. Отлично. Так, Carpenters. Ладно, пусть будет Chicken Chunks. Замечательно, смогу грузить себе чанки. Chisel, Chocolate Quest, Dimensional Doors. Да, кстати. Уважаемые мои зрители, пожалуйста, подскажите, интересен ли вам гайд по этому моду. Потому что, если честно, у меня была идея его снять. Потом я так что-то подумал, что, наверное, все уже знают про него. И это я один такой непродвинутый человек, который с ним вот только-только начал играться. Ну да ладно. Так, Enter.io. Отлично. Как вариант, собственно, увеличения. Root. Essential Craft. Extra Biomes. Forbidden Magic. Это аддон к Towncraft. Forestry. Замечательно. Magic Bees. Mariculture. Ладно. Minecraft. Minecraft Comes Alive. Mistcraft. Natura. Project Zulu. Railcraft. Towncraft. Sonic Exploration. Sonic Tinkerer. Sonic Warden. The Barrels. Кстати, что такое The Barrels? Ммм. Странно. Ладно. Какие-то недобочки. Farlanders. Secret Rooms. И Twilight Forest. А нет. Еще есть Underground Biomes. Useful Food. Wild KX3. И Witchery. Понятненько. То есть у нас с вами выбор небольшой. Надо заниматься Ender.io. Который я к своему стыду уже успел подзабыть. Хотя, собственно, если вы скачаете новую версию, вы увидите, что она на русском. Угадайте, кого в этом винить. Вот. Более того, уже переведена версия для 1.7.2. Вот. Так. Для того, чтобы нам с вами начать, мне нужно сделать штуку под названием Segmill. Она делается из железа, и машин шасси, и флинта. Кроме того, нужен Basic Capacitor, который делается из копера. И таких штучек. Так. И машин шасси, который делается из аренд-баров. Так, мне все-таки, видимо, придется железо мое переплавлять вручную. Ну, хотя у меня его вроде как не очень мало. А, это не железо, это копер. Ну, ладно. Так, и есть у меня один флинт. Значит, нужно с вами сейчас будет еще где-нибудь поискать гравий. Так, что это у меня такое? Отлично. Это горшочек. Почему так странно выпадает? Ладно. Выброшу его в ненужный сундук. Точнее, в сундук с ненужностями. И пойду себе искать гравий. На самом деле, из-за то ли Extra Biomes, то ли из-за, может быть, вообще Underground Biomes, здесь очень мало стандартных руд. То есть, допустим, это не Cobblestone. Это Soapstone Cobblestone. Из Underground Biomes, кстати, да. И, о, ура, я нашел гравий. Я-то думал, что мне сейчас придется потратить кучу времени на то, чтобы, собственно, набрать этот самый гравий. Ну, что-то как-то он и не очень здорово выпадает. А нет ли у него, кстати, здесь рецепта? Flint в Alchemic Chemistry Set. Или в Сегмире. Да, вот это, конечно, очень здорово. Rock Crusher. Понятно. Значит, придется тупо выбивать его ручками. Ничего себе, Copper как-то его пропустил. Вот. Так что я здесь сейчас немножко покопаю, и мы с вами увидимся очень-очень скоро. И давайте попробуем собрать эту штуковину. На самом деле, я понимаю, что у меня пока нечем ее будет питать. Но я думаю, что этим мы с вами займемся как раз следующим по порядку. Сначала надо придумать, что питать. А потом уже, собственно, чем питать. Рецепты здесь, насколько я вижу, не в режиме Hard. Поэтому, в принципе, у нас с вами больших проблем, наверное, возникнуть с этим не должно. Думаю, что мы сможем справиться вполне, как сказать, не сложно с тем, что нам предлагает этот пак. Ну, при всем при этом, в любом случае, это не психушка. Психушка. Ужас. Даже вспоминать не хочу. Ну, ладно. Я думаю, что пройдет какое-то время, и мне придется все-таки ее закончить. Потому что не исключено, что это на самом-то деле не последнее задание. Те, кто смотрел мою психушку, те знают, что я сейчас не брежу, а, собственно говоря, вещи, которые мне приходилось делать в моем предыдущем сезоне летсплея. Ну, ладно. Что-то я заболтался. Так, нужно нам сделать штукенцию под названием Basic Capacitor 2 Redstone. Redstone, я думаю, да, у меня уже есть. Кстати, после этой дурацкой психушки у меня появилась привычка зажимать с Ctrl и кликать, когда я хочу взять один предмет при помощи Inventory Twix. Потому что в версии Inventory Twix для 1.5.1 не было возможности покрутить колесиком мышки для того, чтобы перемещать предметы. Здесь эта возможность есть, но привычка осталась. Тем не менее, привычка-то осталась. Так, вот так вот мы сделаем, вот так сделаем и вот так сделаем. И это все обложим железом. Сагмил. Превосходно. Так, у нас здесь был, по-моему, какой-то двигатель. Как же он назывался-то? Кстати, а мне сагмил был нужен? Наверное, да. Потому что... О, вот он. Стерлинг генератор. Так, мне нужен 2 Basic Gear. Это что за фигня? Видимо, это кирпичи. Надеюсь, что это кирпичи. И печка. И поршень. И Basic Gear, который делается из каблстоуна. Очень любопытный рецепт. Для того, чтобы получить каблстоун, мы вот этот вот soapstone, каблстоун, просто кладем на верстак. Тем самым получая необходимые нам обычные ванильные добрые штукенции. И, кстати, мне еще нужно... Мне казалось, я жарил. Но, видимо, я не жарил. Сделать себе немножко... Наверное, 32 мне хватит гладкого камушка для этих рецептов. И, естественно, сделать себе немножко вот этих вот палочек для того же самого. Насколько я помню, мне нужно 2 таких шестеренки. Как-то вот так они делались, да? Нифига. А! Понятно. Что? И здесь ожидайка, да? Ладно. Здесь она, на самом деле, не очень ожидайстая. Это, я думаю, что готов потерпеть. Ладно, увидимся. Это называется Тузик, ты балбес. Здесь нужен был каблстоун. Это одна шестеренка. Давайте сделаем еще одну. Раз, два, три, четыре. Кстати, большое спасибо ребятам за то, что позволили мне поиграться на их сервере для того, чтобы немножко себе разгрузить мозг. Потому что Soitary Asylum, как выяснилось, все-таки очень, ну не очень, но, как бы это сказать, прилично напрягает. Как бы мне этого не хотелось, но, к сожалению, приходится признать. То, что она действительно из меня выпила все соки. Но, при всем при этом, карта, я бы сказал, что, если не гениальная, то очень к этому близко. Расположено. Так, поршень. И что нам там было нужно еще? Наверное, скажу, кстати, вам пару слов про этот сервер. Он исключительно приватный. Он даже более приватный, чем мой Цвелс. То есть попасть сюда вы не можете никак, если только маги самостоятельно вас не обнаружат, как это получилось в ситуации со мной. Так что, извините. Но, при всем при этом, что касается самой сборки, вы ее можете получить в свободном доступе. Опять же, в отличие от Цвелс, где вам придется еще попотеть, чтобы получить сборку. Вы можете ее найти под любым видео с канала Двух Веселых Магов. Ссылка на который, естественно, будет под этим видео. Так, стерлинг-генератор у нас есть и сагми у нас есть. Давайте попробуем их поставить друг рядом с другом. И попробуем сюда скормить уголечко. Уголечко я накопал в своем репертуаре в большом количестве. Так, процесс пошел. И здесь, по идее, да, начала скапливаться энергия. Теперь я все-таки в первую очередь хочу себе переплавить все золото. Давай, делайся. Кстати, сюда еще можно поставить, допустим, вот такой вот капаситор, для того, чтобы увеличить скорость работы этой штуки. Мне нужно два Basic Капаситора. В принципе, небольшая проблема. Хорош. Я думаю, с камнем проблем в ближайшее время тоже не будет. Мне нужно... Что мне было нужно? Забыл. А, копер. Две штуки. Раз-два. Нате. Так, здесь у нас отлично. Начал получаться паудер. Пока у меня тут все получается, давайте сделаем себе еще две пыльки. Кажется, пылька делается вот таким вот образом. Энергии, понятное дело, что пока мало, но... Чего вы хотите? Мы только начали. Это еще Gold Powder остался. И уголь. Пылька, кстати, нужна была одна. Ну, ладно. Так, два копера. И Gold Nugget мне еще нужно. То есть, мне, по идее, нужно сейчас зажарить еще одну золотую пыльку. Есть у меня ощущение, что не хватит у меня угля. Ну и ладно. Он древесный. Его не так жалко. Тогда пусть жарится все. Слиток золотом. Кстати, перед тем, как пойдут комментарии к видео, я играю с texture pack'ом под названием Faithful. Он совершенно замечательно дополняет ванила Майнкрафт. К сожалению, он не работает на моды в версии 1.6.4. Но, по крайней мере, все ванилопредметы, они выглядят более пристойно, чем это могло было бы быть. Electrical Steel. Вот в чем будет проблема. Нам для этого нужен Alloy Smelter. Alloy Smelter. Вот эта штукенция делается... Да, в принципе, тоже не очень, чтобы сложно. Коппер только мне нужен. Значит, мы Коппер с вами будем... Ой-ой-ой. Переделывать в следующую очередь. Коппер. Коппер, Коппер, Коппер. Куда он делся? Я же его подбирал. Вот он. Хух. Давай, делайся. Кстати, не могу ли я сюда поставить Basic Capacitor? Нет, не могу. Видимо, все начинается как раз с Double Layer. Надеюсь, что хотя бы не с Octatic, потому что для этого мне нужен Vibrant Alloy, который делается совершенно ужасным способом при помощи Ender Perla и Energetic Alloy. Ну, тоже, да. Опять же, не все сразу. Ай-ть. Ай-ть. Так, мне нужен Iron. Ага, мне нужен Кремний. Это песочек. Или Redstone'овскую руду. Но это не мой вариант. А вот, в принципе, песочек с 50% шансом я получить могу. Либо из глины с шансом в 40%. Это меньше мне нравится. Так что, наверное, все-таки будем с вами пользоваться песочком. Есть у меня песочек. Не густо у меня песочка. Но попробовать можно. Так, Copper Powder. 10 штук. Можно начать жарить. И мне понадобится еще топливо. Вот так, наверное, сделаем. Очень непривычно, на самом деле, вот в этой броне. По крайней мере, в Boots of Traveler. Потому что я сразу, сначала могу уже подниматься на одну ступеньку вверх, не прыгая. Это немножко непривычно. Ну, ладно, привыкну. Так, куда мне складывать все это добро? Наверное, в принципе, прямо сюда можно и складывать. Ничего страшного. Так, 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 так. Aloys Melter. 4 копера. А еще одна печка. Еще одна вот этого штукенца. Которую я вполне себе сейчас могу позволить. Сотворить. Shift-клик. Одну, пожалуйста. Кстати, есть комбинация клавиш, которая полностью очищает верстак. Но я, как всегда, ее забыл. Так, Basic Capacitor у нас с вами один есть. Наверное, делать еще смысла не имеет. 4 копера, 2 кирпича. Кирпич есть. И печка. Печка. Вот маги-то удивятся. Откуда у них тут... Уже сразу такое добро появляется. Хе-хе-хе. Вообще, на самом деле, у них тоже есть система из Ender.io. Поэтому, думаю, что не сильно удивятся. Так, Aloys Melter. Надо его подключить вот таким вот макаром. Чтобы в него тоже начала поступать энергия. Пока в очень небольшом количестве. Так, и в Aloys Melter мне нужно сделать что? Мне нужно туда положить свиток железа. Ага. Силикон. Для этого мне нужно сюда... Сюда? Или не сюда? В какой машине это делается? В Сагмире. То есть, забираем отсюда вот это добро. И кладем сюда песочек. Каббл у меня есть получился. Давай печечка. Я, конечно, понимаю, что я могу сделать еще один генератор, но очень бы не хотелось этого делать. Можно пока, собственно, переплавлять. Почему бы нет? Так, ладно. Я, собственно, сейчас себе получу Electrical Steel и вернусь. Итак, у меня получилось два кремния. И теперь положим все это дело в печку. Естественно, она находится в режиме Aloys Only. То есть, только сплавы. Не надо, чтобы она нам здесь плавила всякие предметы и работала как обычная печка. Нас не это сейчас интересует. Тоже, естественно, машинка не быстрая, потому что она все еще без апгрейдов. Но вот как раз с апгрейдами мы с вами сейчас попробуем разобраться. По крайней мере, получим первых две стали. И, возможно, к этому моменту у нас сделается еще парочку этих самых кремниев. Силикан, которые. И мы с вами сможем себе сделать сразу, допустим, два апгрейда. И на печку тоже. Ну, давай. Electrical Steel. Шанс 100%. С этим, хотя бы, проблем нет. Кстати, мне надо сделать еще один Basic Capacitor. Пока у нас происходит этот процесс. Для этого мне нужно еще себе взять Gold Nugget. И еще немножко Redstone. И что-то там еще. А, Copper. Copper у меня есть. Так, и, кстати, два Call Powder у меня получилось, наверное, не просто так. Сама судьба мне говорит, что надо себе сразу сделать два апгрейда. Ну, ладно. Всему свое время. Второй у нас кусочек стали получился. И давайте сделаем себе двуслойный капаситор или конденсатор. Положим его сюда. По идее, это нам должно увеличить скорость работы. Но, естественно, при условии, что у нас с вами есть энергия. Энергии у нас с вами нет. Поэтому делаю я это. Ну, не то, чтобы зря, конечно. В любом случае делать это придется. Но надо, наверное, что-то сделать с генераторами. Кстати, что у нас делается в виде проводов? У нас нам нужен Conduit Binder, который делается из Binder Composite, который делается из гравия и глины, и песка. Так, все бы ничего, но вот глины-то у меня, по-моему, нет совсем. Кажется, я никуда в водные пространства не ходил. Кстати, да, у меня закончилась кирка. Надо бы себе сделать новую. И пойти поискать глину. Кстати, надо еще что-то придумать с едой. Кстати, как тут у нас печка. Не могу. Осталось привычки экономить на ресурсах. Можно сказать, на спичках. Ну, ладно. Так, о, там темно. Нет, тогда пока не пойдем. Надо будет пропустить ночь. А после этого уже сходить. Поискать где-нибудь водоем, в котором находится глина. Так лучше. Как хорошо, что я один на сервере. Не надо никого ждать. Не надо никого просить поспать. За меня, что называется. Так, надеюсь, что глину я найду здесь. Кстати, здесь такое дикое количество песка. И это ее... Я его искал у себя по побережью. Думал, что там его будет побольше. А тут у меня фактически пустыня под боком. И все, естественно, без глины. Сплошной песок. Там, кстати, есть еще какое-то озеро. Небольшое. Может быть, там повезет. Хотя, по крайней мере, теперь я знаю, куда мне ходить за песком. И как же мне нравятся эти ботинки. Домик! Какой-то домик. По-моему, это вообще какой-то данжевый домик. Да. По-моему, именно здесь ребята нашли свои первые стаки алмазов. Так. Глина, глина, глина. Глина, глина, глина. О, ху-ху-нюшки. Ладно, чего. Пойду искать глину и вернусь. И ура! Глина, глина, глина. Превосходно. Пусть ее здесь и не тонны. Но мне вполне, я думаю, на мои маленькие, как сказать, похабные инженерные нужды хватит. Хе-хе-хе. Я себе сделаю немножко проводов для переноса энергии. От моего единственного пока генератора к моим машинам. Ай-яй-яй, я застрял. Ой, как я нехорошо застрял. Ой, фух. Так и утонуть можно. Вот, кстати, в этой сборке я себе поставил мапрайтер в качестве карты. Решил дать этому замечательному моду второй шанс. Потому что, если честно, когда я с ним игрался на Magic Farm, он дико глючил. Дико глючил он по одной простой причине. Он забывал нарисованные карты. Я надеюсь, что здесь такого уже не повторится. Если вдруг повторится, то вернемся на более привычный Zans Minimap. Но при всем при этом в мапрайтере есть одна вещь, которая просто очень необходима. То есть, допустим, мы с вами нажали на карту, и мы видим все то, что мы исследовали. Мы можем по этой карте перемещаться. Вот, в отличие от любых других мини-карт, которые я знаю для Майнкрафта. Так что, думаю, что имеет смысл дать штукенции второй шанс. Естественно, она тоже поддерживает и вейпоинты, и всякое такое. Может, по-моему, даже показывать вам то, что находится у вас под землей. Но это я считаю немножко читерным. Вот, ладненько, увидимся у меня на базе. Итак, давайте немножко сделаем перестановку. Хотя, нет. Пожалуй, перед тем, как делать перестановку, надо все-таки сделать провода. А то перестановка будет весьма грустная. Давайте посмотрим, что нам там как раз было нужно на самые простенькие. Biler Composite. Так, песок у меня есть. Green у меня теперь есть. Гравия у меня должно быть просто немерено. Ну, немерено, конечно, это сильно сказано, но есть немножко. Так, давайте-ка сделаем его. 8, 16. Ну, наверное, стек. 48, 56, 64. Хорош. Так, теперь это дело надо зажарить. Ух, процесс будет небыстрый. Хотя, если мы с вами переключим ее в режим Furnace Only, то есть работает теперь она как обычная печка, и запихнем сюда наши компоненты. По идее, они должны потихоньку начать жариться. Насколько я помню, эта печка умеет жарить по три компонента одновременно. И если все-таки я сейчас ей закину этот апгрейд, он ей нужнее. Оуу, ну просто шикарно. С вами получаем много хундуит-байндеров. Пусть себе жарится. Помимо этого, нам нужен контактив айрон, который тоже делается в печке из железа и двух редстоунов. Давайте себе сделаем... 20. Тогда 10 железа. Нормально, сойдет. Так, хорош. Это мы припасем на потом. Давай, жарься. Жарь последнюю порцию. Режима только с плавы. Редстоун и... 10 железа. Отлично. Процесс пошел. Кстати, у меня заканчивается железо. Ну, давай. Сделай мне хотя бы чуть-чуть. Тут еще появилось как раз два кремня, что радует. И, наверное, я сейчас отключаю вот эту вот штуку. Бум. И где я все это дело буду располагать? Наверное, здесь у меня будут идти раз, два, ну, наверное, три стерлинг-генератора. И, наверное, вот здесь у меня будут идти, собственно, мои машинки. Поэтому провода мы с вами будем протягивать в стене. Да, есть способ провода маскировать, но пока что у меня нету на это ресурсов. Я думаю, что в ближайшее время, конечно, мы их найдем. Кстати, как они делаются? Называется эта штука фасад. И делается она... Где-то она здесь была. Кондуит фасад. Из кондуит байндера делается. Ммм. Кондуит байндер. Тогда, в принципе, можем сразу, наверное, это дело и прятать. Так, контакты Fire. Мне нужно хотя бы три их получить. Сейчас дожаримся, и я вернусь. И три штуки у нас есть. Нам этого вполне хватит на восемь проводов. Я думаю, что сейчас мне больше проводов и не надо. Более того. А, нет, не та пыльца. Нужна уже зажаренная. Кондуит байндер. Так, и кажется, очень скоро мне придется разбираться с модом Beta Storage. По той простой причине, что у меня тупо очень много всякого барахла начало скапливаться. Давайте-ка теперь отсюда. Да, вот как раз то, о чем я говорил. То самое барахлище. Попробуем это дело немножко очистить. Теперь я понимаю, зачем веселым магам нужен Beta Storage. Потому что без него весьма тяжело хранить все это дело. Но. Ну да ладно. Так, заберем отсюда уголь. И заберем отсюда наше добро. Все. Эту машинку тоже можно сосить. И поставить ее вот сюда. Так, соответственно, наш генератор сейчас не делает ничего. Точнее, он делает. Он энергию накапливает. Но никуда ее не может отдать. Поэтому сейчас он нам бесполезен. А вот здесь он будет вполне себе полезен. Единственное, что можно, конечно, было сразу сделать и батарейку. Но думаю, что, наверное, батарейку мы с вами будем делать в другой раз. Когда у нас будет побольше ресурсов. Давайте попробуем себе сделать немножко фасадов. Делаются они, кажется, вот так. А, нам же нужен еще... Нужна машинка, которая будет их красить. Пейнтинг машин. Нам до этого нужен Тин. Незер Кворц. Понятно. А с Амазом проблем нет. А вот Незер Кворца в Незер я пока не ходил. Ладно, значит, пока не будем делать себе фасады. Ну да ладно. Давайте посмотрим, что у нас есть в Better Storage. У нас есть ящички. У нас есть Storage Create. Storage Create это ящик, собственно, тупо, который в себе может задержать очень много всякого барахла. Раз-два, 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 раз-два. Давайте сделаем себе такую штуку и буду я в нее скидывать всякий там кабл и прочую ненужную утварь. В чем пресс этих ящиков? Во-первых, мы их можем встроить, допустим, в стену. Во-вторых, они масштабируемые. То есть каждый ящик нам дает одну полоску инвентаря. Кстати, что-то я как-то скромненько поступил. Надо сделать хотя бы, думаю, два на два на два. Так, наверное, будет правильнее. Так, у меня заканчиваются мои палочки. Это шесть. И еще нужно сделать... Мне нужно восемь. Еще два, пожалуйста. Отлично. Я что-то делаю не так, наверное. Видимо, мне придется сделать себе еще четыре. Раз-два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И где-то, наверное... Не знаю. Вот такое количество палочек. Зовем его такое количество палочек. Кстати, у меня ровно получилось необходимое количество. Ну, топорик надо было взять, конечно же. Ать! Да что ж такое? Ать! Ать! Угу. Тоже не сильно помогло, но это лучше, чем ничего. Хотя, с другой стороны, я занимаю четыре... Даже сколько? Не четыре, даже... Восемь ячеек. При всем при этом... Странный мод. Видимо, придется сделать мне еще. Хотя... Я думаю, что пока... Перебьюсь. Можно и сюда, в конце концов, начать складывать все это добро. Вон сколько у меня всяких тут каблстоунов. Не сильно нужных. В чем минус этих ящиков? Они работают как настоящие ящики. То есть, мы сюда можем забить очень-очень много, но как только у нас с вами полностью заполнится... Ну, правда, не вот этот. Вот там есть еще четыре, кажется, ряда, или даже пять рядов вниз. Как только мы с вами построим такой большой ящик, все то, что в него не будет помещаться на экран, будет недоступно. То есть, как в реальном ящике. Если у вас есть какая-то большая коробка, и у вас в этой большой коробке лежит много вещей, то для того, чтобы добраться до вещей, которые лежат внизу коробки, вам придется куда-то деть вещи, которые лежат сверху. То есть, в принципе, все логично. Но такого реализма от Майнкрафта я не то чтобы не ожидал. Ну, как-то не привык я к такому. И вы только посмотрите, сколько всяких разных есть не очень нужных материалов. Они почему-то, кстати, не сконнектились, похоже. Вот это вот новость. Ладно, надо будет посмотреть на этот мод повнимательнее. Возможно, я что-то делаю не так. Потому что, да, как-то странновато. Может быть, его надо строить... Начинать снизу, допустим. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Все мое добро вывалилось. Да нет, такое ощущение, что они... А! Было же что-то такое. В одной из серий ребята показывали то, что надо вот таким вот образом их присоединять друг к другу. Кликая по ребру. Во! Другое дело. Так. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Вот это, вот это. Все, все, вот это вот. Всю вот эту вот радость мы с вами помещаем в один большой сундучище. По-другому его, наверное, назвать будет сложно. И у него не работает сортировка. То есть, мы каждый раз получаем произвольное расположение предметов, которые мы в него засунули. Но при всем при этом мы с вами освобождаем общую, как сказать, человеческую, ничего себе, блок коксового угля. Как мило. Общие ящики для доступа к каким-то более нужным ресурсам. То есть, я думаю, что здесь я как раз буду хранить всякое вот такое вот. совершенно мне неинтересное. Ну, по крайней мере, пока. Возможно, для чего-то это и буду использовать, хотя сомневаюсь. Так, как тут у нас дела? Отлично. Давайте все-таки посмотрим, из чего у нас состоит батарейка. Чтобы, возможно, зайдя на сервер в следующий раз, я смог себе уже сделать что-то серьезно требующее энергию. Так, нужно 4 тина. Тин-тин-тин-тин-тин. Есть у нас раз, два, три. Четыре его было нужно, да? Так, только единственное, что этого, конечно, добра нам понадобится немало для того, чтобы сделать Capacitor Bank. Да что такое? Рецепт. А! Может, вот этот рецепт. Мне нужно 4 Double Layer и блок Redstone. Блок Redstone фиг с ним. Здесь нет у Грактека, естественно, ничего похожего на это. Поэтому блок Redstone делается просто из самого по себе Redstone. Мне нужно много Capacitor и много Electrical Steel. Для этого нужно много силикона. Имеет ли смысл? Ну, вообще, на самом деле, наверное, хотелось бы это сделать. Lace only, furnace only. Он автоматически, кстати, здесь еще по шест-клику распределяет стал предметы. Enter I.O. Я смотрю, продвинулся. Надо, наверное, будет сделать обновленный обзор по нему. Хотя, там не настолько много поменялось, чтобы это делать. Ну, давай. Так, Тин-Ингот, 3 и 4. Это будет быстро. Это будет очень быстро. Забыл сюда положить апгрейд. Ну, ладно. Кстати, надо проверить, работает ли теперь это апгрейд на увеличение скорости. То, может быть, я зря это делал. Может быть, он теперь работает только на увеличение внутреннего буфера. Так, в любом случае, надо нам с вами делать вот такие штукенции. Ладно, сейчас себе сделаю компоненты и вернусь. YouTube я посмотрел на таймер, увидел, что мы с вами записали уже чуть больше полчаса. Вы знаете, что это означает. Нам с вами пришла пора прощаться. Ну, ничего. Мы с вами, я думаю, что увидимся достаточно скоро. Я думаю, что пока я отдыхаю от психушки, я, наверное, пока поснимаю на сервере. Соответственно, вы будете видеть, чем я здесь занимаюсь и какие новые индустриальные гадости я готовлю моим замечательным компаньонам, которые живут далеко. Ну, я же псих, вы помните, да? Ладно. При всем при этом с вами был Зигзак Хедж. Я надеюсь, что вам понравилось. До новых встреч и счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok